С приходом весны и теплой погоды на склонах 8-й станции Большого Фонтана вовсю кипит работа. Добрую традицию, которую начал президент Юридической Академии и Международного Гуманитарного Университета Сергей Кивалов, многие годы поддерживают студенты и преподаватели. Ежегодно на склонах набережной высаживаются тысячи деревьев. Сегодня студенты собственноручно посадили еще 500 сосен. Это территория, которую мы взяли под свое шество, то есть 8-я станция Большого Фонтана, начиная от склонов и заканчивая морем. Я хочу, чтобы одесситы особо обратили внимание, что, наверное, единственное место в городе, где нет ни одного топчана платного и свободный пляж. Мы высадили здесь тысячи деревьев и кустов именно в этом месте. Я искренне радуюсь, что люди приходят сюда, и это одно из самых излюбленных мест наших одесситов. И знаете, я много вижу иностранцев, которые приходят сюда. Ходим здесь, поправляем свое здоровье, как пенсионеры. Мы радуемся этому, что здесь такая красота. И ребятам спасибо большое. Но самое главное, конечно, спасибо Сергею Васильевичу, потому что это же он все организовывает. Мы довольны этим. Еще 20 лет назад набережная напоминала руины. Затем участок был взят под опеку руководством Международного гуманитарного университета. С того времени на склонах посадили более 20 тысяч деревьев и кустов. Студенты всех факультетов продолжают добрую традицию. Сегодня на 8-й станции высаживали и белили деревья, убирали обычный строительный мусор. В 21-м столетии надзвичайно важно поделять, какомога больше внимания к экологическому стану навколишнего средства. Адже именно от этого зависит, что мы оставим после себя в следующем поколении. Именно поэтому наша академия активно принимает участие в озелененной территории, также благоустройстве нашего города. Часть трассы здоровья проходит по территории, которая принадлежит Одесской юрокадемии и Международному гуманитарному университету. Коллективы двух университетов единогласно поддержали решение о передаче городу данного земельного участка. Студенты высадили деревья и вдоль трассы. Сегодня мы пришли на наш традиционный субботник. Убираем здесь на 8-й станции Большого фонтана. Как вы видите, здесь много мусора. И вот мы ходим с такими пакетами, убираем здесь все. Тут некоторые работают на лестнице, некоторые там садят елки и все убирают. Я очень люблю здесь прогуливаться с друзьями по этой набережной. Ну, здесь очень красивая набережная. И приятно то, что мы вкладываем частичку себя в это приятное дело, в дело для Одессы. Мы сегодня подметались ступеньки, чтобы люди, когда гуляют здесь, они наслаждались прогулкой, они дышали пылью. Мы подметали еще дороги просто. Мы общались между собой, знакомились с людьми как бы. Также мы собирали мусор, выщипывали траву. То есть делали все, чтобы здесь было приятно проводить время с семьей и с друзьями. Проводится реконструкция открытого спортивного комплекса Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого фонтана, который включает футбольное поле с трибунами для зрителей, волейбольную площадку, теннисный корт и уличные тренажеры. К посадке деревьев студенты подходят серьезно. Для каждого саженца готовят грунт и качественные удобрения. Поэтому все посаженные деревья сразу же принимаются. В чем заключалась моя работа? Мы их садили, закопывали и потом мы их все поливали. Ходили с ветром, там, где не доставали шланги, мы ходили с ветром и их поливали. Ухоженный газон, высаженные деревья и цветы – это все результаты субботников, которые на этой территории регулярно проводят студенты. Важно отметить, что народный депутат Украины Сергей Кивалов направил депутатский запрос премьер-министру и подал свои предложения к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2019 год в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета о необходимости выделения из бюджета средств в виде субвенций в областные и городские бюджеты для строительства и реконструкции противооползневых, дренажных и других систем берегозащиты в сумме 420 миллионов гривен. Вопрос берега укрепления поддержали также и в Одесской облгосадминистрации. Из резервного фонда госбюджета выделили уже 42 миллиона гривен для Черноморска. Я думаю, что вот Приморская администрация должна прийти сюда и здесь убирать. Они должны наводить здесь порядок. Это Приморский район. У них есть коммунальные службы, есть уборщики, есть дворники, есть строители, есть в конце концов сотрудники. Хотя бы один раз вышли на субботник и убрали это. Не рисоваться в центральных парках, а вот здесь на склонах. Вот посмотрите, что делается. Конечно, мы уберем это. Уже пятую машину мы вывозим отсюда этого мусора строительного. И мы не множим по-другому, потому что это наш город и мы хотим, чтобы здесь было красиво. Студенты и руководство университета уделяют внимание благоустройству парков. В излюбленном месте Одессита в Парке Победы на 100 деревьев стало больше, а на несколько десятков килограмм мусора меньше. Также высадили деревья на территории бывшей межрейсовой базы моряков. В этот день провели субботники на улице Академической и Фонтанской дороги. Сегодня почти 5000 сотрудников и студентов вышли на субботник, который инициировала профсоюзная организация нашего университета и студенческий совет. Ну, естественно, и руководство. И я очень рад, что все откликнулись. Вот посмотрите, мы находимся сейчас в Парке Победы. Тысячи студентов практически находятся здесь. Они сегодня видят тот труд, который они вкладывают в озеленение Парка Победы. Мы как на протяжении 20 лет смотрели за этим парком, так и до сих пор ухаживаем за ним. Студенты говорят, что совместный субботник объединил представителей всех факультетов и институтов. Общими усилиями в парке посадили березы, каштаны и калину. С настанением весны за поддержкой президента нашей академии Сергея Васильевича Кивалова студентский актив Национального университета Одесская родственная академия уже протягом багатьох роков робить свой власний внесок в благоустрій та озеленення нашого міста. А саме ми займаємося і висадкою дерев, кустів, прибиранням та упорядкуванням територій. І, звичайно ж, своїм таким позитивним настроєм і зазяттям до продуктивної роботи ми залучаємо всіх бажаючих проводити субботники і брати участь в них разом з нами. В нашому місті сьогодні всі забудовують різні будівлі, доми, великі магазини, фабрики. Але ніхто не думає про те, що потрібно озеленювати наше місто, про те, що потрібно висаджувати дерева. Тому що їх зараз вирубують, вирубують, вирубують. Але ніхто їх не засаджує, ніхто не дивиться за благоустроєм. Ми стараємося як можна чаще проявляти ініціативу, щоб наші студенти підтримували наш міст в чистоте, щоб було приятно нам, як студентам, а також жителям міста Одессы, ну і гостям. Студенти іниційували проведення субботника на площади 10 апреля, щоб облагородити визитну карточку міста к 75-й годовщині Дня освобождения Одесы. Після реконструкції стелли Крылья Победы на площади містами остался мусор, але колективним трудом все быстро удалось убрать. Сегодня, помимо уборки на 8-й станції Фонтана, ми решили приїхати і на площадь 10 апреля, так як скоро буде 75 лет с Дня освобождения города Одесы, і поубирати тут. На самом деле, все студенти дуже быстро собрались на субботник і як-то зі своєю ініціативою помогали, щоб зробити город намного чище. Кроме того, студенти і преподавателі організували очередной субботник на території строючейся первой в нашій країні общеобразовательной церковно-приходської школи. Студенти Международного гуманітарного университету і Одесської юрокадемії продовжат традиційні субботники. В рамках программы по озеленению города благоустраивать город собираются не только в период майских праздников, но і на протяжении всего лета вплоть до поздней осени.